Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность выступить на данной секции. Разрешите представить доклад эндопротезирования у детей и подростков. В последние десятилетия у пациентов со стеосаркома комбинированное лечение, сочетающее с полихимиотерапией и оперативное пособие, позволяет достигать высоких результатов. У значительной части больных могут быть выполнены органосохраняющие операции. Целью исследования явилась оценка результатов комбинированного лечения детей и подростков у стеосаркомой, получавших лечение в отделении химиотерапии комбинированного лечения злокачественных опухолей у детей Института онкологии имени Петрова. В исследовании включены 92 пациента с 1999 по 2017 год. По половому признаку практически поровну. Средний возраст составил 13,5 лет. Диагноз подтвержден морфологически у всех пациентов. Локализация стогенной саркомы. Большинство опухолей поражали длинные трубчатые кости. Большую часть составили бедренная кость и большеберцовая кость. Кости, формирующие коленный сустав. Первичное обследование по стандарту включало в себя рентген грудной клетки, рентген пораженной кости, КТ грудной клетки, МРТ поражение кости, сантеграфия костей, трепан биопсия очага и морфологическое подтверждение диагноза. По распространенности процесса локализованные формы составили 71%, генерализованные 28%. Метастазы в легких единичные 19,3%, множественные 80%. Использовалась стандартная схема лечения. Предоперационно в новоадевантной ремчине пациенты получали дексороблицам и цисплатин. Проводилась операция и курс уже проводился адевантной химиотерапии. Оценивался морфологический регресс опухоли после наоадевантной химиотерапии по ХИВУС. 27% отсутствия эффекта, 42% – 10-50%, 15% – менее 10% опухоли ткани и нет живых опухолих клеток было в 15% случаев. Использовались органосохранные операции в 68%, и количества операций были выполнены в количестве 24. Большинство данных операций было в начале 2000-х годов, когда не было достаточного доступа к эндопротезам. Здесь представлено общее количество произведенных эндопротезирований. Большинство составил коленный сустав 66%, плечевой сустав 3% и гемипельвеэктомия в 3% случаев. Также используются резекции кости с аутокпластикой на сосудистой ножке, широкая резекция, экстерпация кости и блокированный интермедулярный остеосинтез. На данном слайде представлен клинический случай. Пациентка нерадикально в городе Муромске была оперирована. Оперирована нерадикально по поводу неопхолевого процесса. При гистологической верификации установлен диагноза стогенная саркома. Проведена стандартная химиотерапия, после чего произведена резекция большеберцовой кости с блокированным интермедулярным остеосинтезной астродезной системой синтез. Далее проведем еще 3 курса химиотерапии и после этого произведена замена астродезной системы на малоберцовую кость на сосудистой ножке. Здесь представлены случаи резекции плечевой кости также с пластикой дефекта малоберцовой кости на сосудистой ножке. Проведено стандартно все, как было изложено выше. Полная ремиссия более 104 месяцев. На данном слайде представлен случай не остеогенной саркомы, а метастаз нейробластома в проксимальной методиафизе левой бедренной кости. В данном случае произведена резекция максимальной третьей бедренной кости с заменой дефекта эндопротезом. Здесь клинический случай остеогенной саркомы конвенциональный тип правой бедренной кости четвертая стадия метастатического поражения легких. Представлено предоперационное исследование рентгенограммы МРТ. После проведения химиотерапии выполнена резекция дистальной третьей правой бедра с заменением дефекта мудренным амдопротезом. Здесь представлено сменение 9-летнего пациента, также страдающего остеогенной саркомой. произведена резекция дистальной третьей правой бедра с заменением дефекта растущим индивидуальным амдопротезом фирмы Стэнмор. Здесь снимки непосредственно после операции и после трех сеансов раздвижения амдопротеза. Здесь в случае пациентка 8 лет остеосаркома дистальной части правой бедренной кости. Здесь также установлен растущий имплант, но сеансов увеличения протеза пока еще не проводилось. На данном слайде представлен случай с пациентом 17 лет парастальной остеосаркома проксимального отдела диафиза левой плечевой кости. Снимки до начала лечения. Проведено 4 курса по схеме АИ. Видно уменьшение опхоли по МРТ и по рентгенограмме, после чего пациенту выполнена резекция максимальной третьей правой плечевой кости левой плечевой кости с заменением дефекта эндопротеза. Здесь также использован индивидуальный растущий эндопротез в пациентке. Результаты лечения в зависимости от стадии заболевания при локализованных формах общего выживания состава 65%, генеризаменные формы ожидаемо хуже, 1,5%. И результаты лечения в зависимости от ответа на химиотерапию. Осложнения органно-сохраняющие операции в 10% случаев воспалительные. Вывиха эндопротезов, нестабильность эндопротезов 7%, паразы нервных структур 7%, тромбоз магистральных сосудов 1,5%. На данном слайде представлены случаи нестабильности большеберцовой ножки эндопротеза. Выполнено эндопротезирование через 18 месяцев резопса цемента. Реэндопротезирование с переустановкой большеберцовой ножки процента через 37 месяцев. Сейчас без признаков рецидива. На данном слайде представлены случаи перфорации головкой протеза плечевой кости. Ввиду того, что неадекватная была нагрузка у пациентки, протез был удален, установлен в спейсер, и после заживления раны. Реэндопротезирование обратно связано с протезом и укрытие протеза полнослойным торакодорзальным воскутом на сосудистой ножке полной ремиссии 18 месяцев. Функциональный эффект после органо-сохраняющих операций хороший эффект 62%, удовлетворительный 29%, неудовлетворительный 7%. На данном слайде представлены функциональные эффекты. Здесь представлены случаи пациентка 14 лет, страдающая фондру саркома G1 в ламной кости. Проведено три курса полихимиотерапии больших размеров образования. Прорезенная резекция костей таза и тазобедренного сустава с эндопротезированием дефекта индивидуальной эндопротезом стенор. Это съемки через полгода после операции. Рецидивы отмечены в 25% случаев в срок от 3 до 24 месяцев. Виды рецидивов – это метастазы в легкие, метастазы в легкие кости, метастазы в легкие – местный рецидив, ток и местный рецидив. Результаты лечения после удаления рецидива живут 5 пациентов в срок от 9 до 25 месяцев, в том числе четверо больных находятся в состоянии полной ремиссии. Также выполнялось хирургическое лечение метастазов в легкие, однако после метастазы к томии жива лишь одна больная с первичной генерализованной формой, с первой месяцами 5 умерли от прогрессирования процесса. Высокие результаты могут быть получены при использовании комбинированной терапии у детей локализованными формами остеосаркома. Более чем у 50% пациентов лечения могут использоваться различные варианты органосохранирующих операций, при этом у детей предпочтение следует отдавать аутопластическим операциям. Среди факторов прогноза исхода заболеваний у детей и подростков со остеосаркома важнейшее значение имеет стадия процесса и степень морфологической регрессии опухоли после неодевантной холи химиотерапии. И в лечении детей с метастазами на остеосаркома в легкие перспективные является метастазы к томии с изолированной химиоперфузией лёгкого. Для окончательного осуждения о её эффективности необходимо продолжение исследования. Спасибо. Спасибо. Александр Ильич. Так, есть ли вопросы? Коллеги, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. В вашей презентации вы представили несколько случаев цементной фиксации при первичном эндопротезировании у детей. Скажите, пожалуйста, какие показания были к первичному эндопротезированию, именно к цементной фиксации эндопротеза? Спасибо. Ну, к сожалению, на тот момент не было возможности поставить безцементную фиксацию. Только по этой причине. Спасибо. Спасибо. Ещё, пожалуйста. Будьте добры. Вот я правильно поняла, вы показали там случай, вот хондросаркома G1, большая опухоль лунной кости. Да, собственно. С какой целью вы проводили химиотерапию? Ну, там обоснована ли она? И был ли морфологически какой-то регресс опухоли? Как вы вообще оценивали? Было уменьшение размеров опухоли, что позволило более экономно иссечь кость. Эффект был, но слабый. А вообще показания-то были вообще к проведению химиотерапии при хондросаркоме G1? Ну, формально, конечно же, при G1 химиотерапия почти не используется, но ввиду... Вот ваши мысли. То есть в какой цели её назначали? Уменьшить опухоль. Ещё вопросы, пожалуйста. Всегда ли вы проводите метастазектомии, ну, из лёгких, при костеросаркомах или других костеросаркомах в детей? Мы работаем вместе, соответственно, с тракальными хирургами. Если есть показания и есть возможность удалить, то, естественно, используется метастазектомия. И как и пациент может перенести данную процедуру, и технически, если это выполнимо, естественно, выполняется. Ага. Спасибо. Иван Георгиевич, просьба чуть погромче. Да, конечно, извините. Вопросов много, по всей видимости, будет. Спасибо большое. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вопрос такой по поводу воспалительных изменений. Вы сказали, 10% пациентов, это были воспалительные изменения. Вы имели в виду инфицирование? Да, имелось в виду инфицирование. И как вы с этим справляетесь? Удаляется эндопротез и ставится спейсер. То есть вы консервативно не пытаетесь сохранить? Ну, для начала, естественно, если есть такая возможность, используется консервативная антибиотикотерапия. Но в данном случае был показан, когда уже свитч сформирован, и тут только удалить протез и поставить спейсер. Через какое время вы реэндопротезирование проводите? Через 6 месяцев и раньше. Через 6 месяцев. Еще вопрос относительно химиотерапии. Вы показали с эсплотином, с доксорубицином. Сейчас стандартом является высокодозный метатриксат. И альтернативно доксорубицин и эсплотином. Вы метатриксатом не пользуетесь? Пользуемся. А что-то вот не показали? Извиняюсь. Или только начали? Нет, не только начали. У наших педиаторов достаточно большой опыт использования высокодозной химиотерапии. Так что используем. Но зачастую используется, наверное, у второй линии химиотерапии, не в первой. Вы используете? То есть это современная схема, потому что, чтобы показали, это не совсем уже так современно. Георгий Иванович знает. Он здесь, нет? Да, вот он. Хорошо. Ладно, спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день. Вы показали клинический пример 17-летнего пациента с нейробластомой, метастазом. А каковы были показания для проведения ганосохранной операции и каков прогноз этого пациента? Салитарный метастаз был для показания. Нейробластомы? Да. И отсутствие проявления болезни. Хорошо. А прогноз дальнейшего этого пациента вы не знаете? Что с ним произошло? Да, он еще не выписан. Хорошо. Спасибо. Так, еще вопросы, коллеги. Иван Георгиевич, я тоже хотел бы спросить по поводу представленных вариантов замещения дефектов. Пациент с переостальной саркомы, верхние трех плеча, вы использовали энтерпотезирование. Скажите, пожалуйста, в этом случае не рассматривался вариант биологической реконструкции? Нет. Не было возможности просто. Ну, вот на будущее, я думаю, что опыт наших коллег из центра Димы Рогачева, он, в общем-то, показывает достаточно перспективность, высокое использование ауторасплантатов на сосудистой ножке при именно вот таких локализациях диафизарных с сохранением зон роста. То есть на будущее, я думаю, что на это имеет смысл рассмотреть. Да. Есть такой опыт, да? Хорошо. Ну, я не сомневался. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Спасибо.